Эта неделя Самым эпичным анонсом недели стал выход нового трейлера к ремейку первого советского фильма «Катастрофы». Экипаж. Взяв за основу сюжет оригинала и немного изменив его на современный лад, режиссер Михаил Лебедев сотворил непонятно что. После такого не остается никаких сомнений. Российский кинематограф в кризисе, да в таком, что выходят либо посредственные ремейки, либо елки. Очень жаль, что такая прекрасная картина была переиздана так непрофессионально и грубо. Очень жаль. Саша! Вот у нас с вами руки, а у него крылья. Держи! Да! Эй, Дим, что с тобой? Я фильм посмотрел. Держи! 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 Хлад с Орехами! Тебя еще собрали! Да! Я люблю тебя! И я тебя! Я люблю вас! Пока! Пока, мамочка! Итак, мы продолжаем обзор самых однообразных и непонятных фильмов этой недели А далее у нас триллер «Кто там?» с Киану Ривсом в главной роли Киану всегда участвовал в очень необычных проектах Вспомнить хотя бы Матрицу И становится непонятно, как же он согласился участвовать в таком безобразии При просмотре триллера возникают смешанные чувства Вроде бы жутковато, а вроде какой-то подростковый флангур Критики не высоко оценили работу замечательного актёра А зрители того, всего 5 баллов из 10 В общем, провал Очень жаль, что Киану уже не тот Но это же Киану Ривз Блин, все идём в кино на Киану Ривза Вперёд! Ты был очень плохим мальчиком, Алан Смотри, что я нашла Это моей дочери, сними сейчас же Тебе нравится, как я выгляжу, папа? Ясный шлюха Чего вы хотите? Я хочу поиграть в прятки У тебя 30 секунд, ты бежишь Я стреляю На помощь! Вот что бывает, когда нарушаешь правила игры Я же помог вам! Я впустил вас! Я поступил хорошо! Я хороший отец! Бойся Своих Желаний Тук-тук 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 Кто там? В 16 я бросил школу И все деньги потратил на билет до Парижа Может, я слишком сильно этого хотел и слишком рано получил, потому и не удержал А замыкает нашу тройку самый адекватный, но не более интересный и так же плохо оцененный фильм «Шеф» Брэдли Купер снова играет самого себя в посредственные траги комедии о шеф-поваре, который побаловался с наркотиками, а теперь пытается вернуть его славу и почетку Единственное, что действительно хорошо получилось в этом фильме, так это приготовление пищи Так что не рекомендуем идти в кино на голодный желудок А хотя, на этой неделе стоит сходить на куда более интересные фильмы, либо воспользоваться советами нашего эксперта в рубрике «Флэшбэк» Только на кухне я чувствую себя нормальным человеком Я обожал на ней все – жар, давление, нервы Что будет, если ты преуспеешь? Счастье? Бессмертие? А если потерпишь неудачу? Боюсь, у меня не получится Адам Джонс? Надо же! Я думала, ты умер Брэдли Купер Я вернулся Не спускай с него глаз Ни на секунду не спускай, иначе беда Да, шеф Да? Посмотри на меня, да? Да, шеф Уверена? Да, шеф Отлично, начали! Да, шеф Шеф Итак, в нашей сегодняшней рубрике «Флэшбэк» Фильм-драма режиссера Барри Левинсона «Человек-дождя» История Реймонда, страдающего аутизмом, и его циничного брата Чарльза Бэббита принесла этому фильму 4 премии «Оскар» Игру Дастина Хопмана, который сыграл в этом фильме Реймонда назвать кроме как гениальной нельзя Безусловно, тому, кто лично пережил эту драму, трудно воспринимать экранный образ Но все же в этом фильме Дастин такой настоящий, искренний и живой Тут больше добавить нечего Ир, классный пиджак Все-таки Никитка, Никитка Да, да, красивый пиджак Ага, сейчас Киану Ривз с пиджаками не раздрасывайся Куда ты пошел-то? Нет Субтитры сделал DimaTorzok